Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Сейчас в разгаре сезон борьбы с сорняками. У нас бесконечные прополки. И сегодня я хочу рассказать о способах борьбы с сорняками. Сорняки делятся на две основных группы. Это однодольные сорняки и двудольные. К однодольным сорнякам относятся сорняки в основном злаковых культур. Это такие известные всем сорняки, как пырей ползучий. К двудольным сорнякам относятся большинство сорных трав. Это одуванчик, лебеда, мокрица, осод, молочай и многие другие. Бороться с сорняками можно различными способами. Это механическая прополка, это обработка гербицидами, мульчирование и, конечно же, севооборот. Если говорить о гербицидах, то стоит знать, что не все гербициды подходят для обработки огорода от сорняков. Гербициды делятся также на две основные группы. Это гербициды сплошного действия и гербициды избирательного действия. Гербициды сплошного действия уничтожают все растения на обрабатываемом участке. Такие гербициды используют для обработки полей перед посевом каких-либо культур, пустые еще участки. Посадки с грядками такими гербицидами, конечно же, обрабатывать нельзя, ведь погибнут все растения, как сорняки, так и культурные. К гербицидам сплошного действия относятся всеми известные гербициды Раундап, Торнадо, Спрут и многие другие, которые представлены сейчас в продаже. В основном гербициды сплошного действия на основе глифосата. Глифосат через листья впитывается в растения и приводит к гибели сорняков. Они засыхают. Вторая группа гербицидов – это гербициды избирательного действия. Это те гербициды, которые действуют на определенную группу сорняков, например, на злаковые сорняки, либо на двудольные сорняки, и не действуют, например, на какое-то избирательное растение. Если брать такие гербициды, то также их существует большой выбор. Например, всем известный гербицид лазурит для обработки картофеля и поселенных культур. Он уничтожает различные сорняки, но не повреждает картофель, не повреждает томаты и не повреждает другие поселенные культуры. Нужно сказать, что также он не будет причинять вред поселенным сорнякам. Применяя такие гербициды избирательного действия, нужно помнить, что нельзя попадать на соседние грядки с растениями. Если, например, вы обрабатываете картофельное поле таким гербицидом, а рядом у вас растет капуста, либо клубника, морковь, и вы случайно попали таким гербицидом на растения, то они погибнут. Этот гербицид, лазурит я имею в виду, только для обработки картофеля и поселенных культур. Другие овощи и грядки таким гербицидом обрабатывать нельзя. Конечно же, применять гербициды на своем участке или нет, каждый решает сам. Ведь лишний раз применять химию не так уж и хорошо для здоровья. Поэтому у каждого есть право выбора. Для борьбы с сорняками очень часто на приусадебных участках мы используем механическую прополку. Выпалываем руками, тяпками, плоскорезами какими-либо и другими приспособлениями. Я стараюсь пользоваться плоскорезом Фокина. Самое удобное приспособление. Им хорошо срезать сорняки, рыхлить почву. Очень прост в использовании. И прополка занимает гораздо меньше времени, чем при прополке, например, той же тяпкой. Для удаления длинных корней, таких как у одванчика стержневидных корней, либо это может быть репей, осод, я использую специально корнякоп. Им подкапываю сорняк, и он легко удаляется из грядки. Всем советую приобрести такое приспособление. Наверняка можно найти в садовых магазинах. Для борьбы с сорняками также используют мульчирующие материалы. Это может быть солома, это может быть сено, либо прелая трава. У меня все грядки, проходы, все замульчировано соломой. Клубнику еще пока не мульчировал, еще сено сохнет, но скоро также приступлю к мульчированию. Мульча спасает от многих сорняков, сохраняет влагу в почве, а также по мере разложения органики, микроорганизмами, она обогащает почву питательными веществами. Сейчас идет у нас покос травы, и многие для мульчирования используют свежую траву. Но нужно сказать, что не нужно сразу же свежую траву, только скошенную, укладывать на грядки. Нужно ее немножко подсушить. Ведь если замульчировать свежескошной травой грядки, может пойти процесс закисления и гнилостные процессы в почве. А это не очень хорошо отразится на растениях. Поэтому перед мульчированием траву нужно немножко подсушить, немножко подвялить, а затем ей застилать вот эти вот грядки. Отличным способом борьбы с сорняками является сева, оборот и посев сидоратов. Например, после уборки лука, чеснока, а это уже произойдет примерно через месяц, у нас остаются пустые грядки. И если их не засеять сидоратами, то это место пустующее займут сорняки. И к осени дадут тысячи, миллионы семян, и в следующем сезоне вы просто пропадете в прополках на грядках. Поэтому пустующие площадя, пустующие грядки обязательно засевайте сидоратами. В качестве сидоратов можно использовать различные быстрорастущие культуры. Это, например, тот же горох, например, белая горчица, либо масечная редька. Густой посев сидоратов избавит вас от сорняков. Они покроют всю площадь грядки и надежно будут защищать почву от развития различных сорняков. Обогатят почву хорошими элементами и при заделке в почву, конечно же, превзойдут даже внесение навоза. Если же у вас остаются пустые грядки, например, нет сидоратов, то можно вырастить быстрорастущие овощи, скороспелые какие-либо. Если мы выбираем лук уже в конце июля примерно, вот, и чеснок, то такие грядки пустующие я потом засеваю овощами. Я высеваю обязательно дайкон и пекинскую капусту безрассадным способом. Просто высеваю в грядки и к осени вырастает неплохой урожай. У нас в Беларуси всегда было принято высаживать, выращивать очень много картофеля. И если выращивать картофель ежегодно на одном и том же участке, накапливается очень много сорняков, накапливаются различные заболевания, вредители размножаются. Поэтому обязательно соблюдайте севооборот. Участки под картофельное поле, если у вас большие площади посадок, обязательно засевайте на несколько лет сидеративными культурами. Очень хорошо очищают почву от сорняков белый клевер. Если засеять пустующий участок, либо тот участок, который был давно под картофелем, на два года белым клевером, то потом сорняков не будет. Осенью нужно запахать участок, а весной же можно высаживать картофель. Практически трава будет отсутствовать на данном участке. Особенно хорошо белый клевер подавляет такие сорняки, как пырей ползучий. А для картофеля это самая опасная трава, пырей, потому что он пронизывает клубни своими корневищами, а еще пырей служит кормом для проволочника и для хруща, которые также повреждают клубни картофеля. С помощью белого клевера мы избавляемся от таких проблем. Поэтому рекомендую использовать и засевать белый клевер на участках. Борьба с сорняками отнимает очень много времени и сил. Однако, если приложить усилия, то сорняков, конечно, вы избавитесь так же, как и я. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!